Мы едем по Приморью Привет всем! В прошлом выпуске мы обещали заглянуть в гости к нашим коллегам из города Фокина. Итак, Тихоокеанское телевидение. Работают там всего 13 человек. И в данном случае число довольно счастливое. Сейчас узнаем почему. 21 апреля 1994 года, тогда еще в городе Шкота-18, появилось свое средство массовой информации. ТТВ или Тихоокеанское телевидение. Первая программа вышла в эфир через год, 8 марта. Коллектив Тихоокеанского телевидения, как в любой маленькой компании, универсальный. Всего один видеооператор. Журналисты, они же ведущие и видеоинженеры. Практически у всех филологическое образование. Есть у нас и член Союза писателей России, это Валентина Лениновна Шабанская. У нее очень большой стаж работы. Она тоже филолог, но тем не менее пишет замечательные стихи. У нее вышло несколько сборников. Был у нас эксклюзив, когда мы сделали фильм о нашем городе. Краевой конкурс был. И мы заняли первое место. Тогда нам вручили видеомагнитофон. Для нас это было, конечно, шикарное событие. У нас есть диплом грант губернатора Приморского края. Заняли второе место по освещению всероссийской переписи населения в Дальневосточном регионе. Сначала жители Фокина знакомились с событиями города один раз в неделю. Затем три раза, но только по вечерам. Теперь новости выходят и утром. Как рассказали рыбаки, акула пыталась порвать сети и запуталась. К тому моменту, как они ее затащили в лодку, акула была уже мертва. А сейчас воспользуемся доверием и проникнем в закадровую жизнь. Вот это наша святая святынь. Студия. Ага, отлично. Ну скажи, я смотрю, что несколько тут мест расположений. Программ несколько пишется? Несколько. Все происходит вот в этой комнате. Здесь у нас гость в студии. Здесь мы пишем передачу хроника происшествий. Да, вот этой стоечкой на зеленых тонах. На зеленой прорезке работает приглашенный ведущий Елена Вачурина. Инспектор по пропаганде. Каждую пятницу в программе Тихоокеанского телевидения Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло 6 февраля рано утром на автодороге Фокина-Дунай. Да, вот она волшебная лампа Алладина. Она загорается, и это сигнал для редактора, чтобы начать запись. Так, и что в студию нельзя никому заходить? Конечно же, ни в коем случае. Я включаю с той стороны звукарь, который пишет звук. Ну, мы чисто так говорим, профессионально звукарь. Еще у нас есть очень интересный инструмент, называется, я не знаю, как правильно назвать, подпопник. Это я пришла на телевидение 6 лет назад в качестве ведущей. И меня посадили вот на вот эту вот студию музыкальных поздравлений. То есть на этом фоне пишется музыкальное привет? Да, на этом фоне музыкальные поздравления, да. Но поскольку у меня маленький рост, мне вот наш выпускающий инженер слепил вот такую коробочку. Да, просто картонка. Да, просто картонка. Я вот так вот сажусь, потому что я маленькая, вот так вот сажусь и читаю поздравления. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире Тихоокеанского телевидения музыкальные поздравления. Приглашаем к экрану наших именинников. Плазменный телевизор, как элемент декора, то появляется, то исчезает. Все почему? Его вставляют с помощью монтажа. Пишем! Ведущая новостей Анжела Кабенко работала в Уссурийске, телерадиоцентре «Телемикс», корреспондентом службы информации. 6 июня коллектив редакции телепрограмм «Тихоокеанское телевидение» вместе с жителями Фокина будут отмечать 15-летие. Заранее поздравляем и желаем эксклюзивных событий. Приезжайте в гости. Всем пока! Мы едем по Приморью Субтитры подогнал «Симон»!